В общем, я вчера разбирался с этой лекцией, там выяснилось один косяк, что все-таки Pocket Tracer вот этот вот цисковский, он рассчитал на CCNA именно уровень, да, они, видимо, как-то по жесткому так ограничивают, что мы уже начали вылезать за рамки CCNA, да, CCNP, и там уже этих функций нету, я сегодня не успел вам подготовить, там есть еще этот GNS3, да, который уже именно эти, что там, когда Cisco EUS туда закачиваешь, да, настоящий EUS, там уже можно работать, а Pocket Tracer'е нету, я вам не смогу показать суммирование протокола в SPF, не смогу показать, вот, потому что там просто нет такой команды, и на сайте цисковской техподдержки они написали, что просто вот, а что вы хотите, Pocket Tracer рассчитан на CCNA, а это уже CCNP, так-то, тихонечку, вот, в общем, мы, я покажу сегодня, что успеем, что покажу, а в следующий раз подготовлю уже нормально этот GNS3, там, развернем лапу, да, и... Это отдельная софтина? Да, отдельная софтина, ты получается, там здесь совершенно полностью эмуляция, да, а там ты закачиваешь этот образ вообще EUS'а, и у тебя фактически настоящий этот работает там, может, завтра. Соберем настоящий, мы сюда соберем. Слушай, тебе... Если тебе не лень, давай соберем, нет, просто смотри, ну вот, например, чтобы, пример, блин, сколько здесь, 5 штук? Песец. Внутри есть, еще 5 сейчас закупим, короче, скинемся, вместо того, чтобы пиво пить, да? Нет, а можно, в основном, сказать, делинку, и все. Ага. Давайте на делинках SPF-у поднимем, и... Нет, ну, он не у нас поднимаем, может, сапогонетист. Все нормально. Все нормально. Короче, так, ну что там, загрузились, включились? В общем, сегодня вообще про что у нас лекция? Мы в прошлый раз, была теоретическая часть, кто-то ее пропустил, кто-то сходил. Вот. Мы говорили, уже была лекция с цикла СНД-2, уже такая более крутая вещь. Мы конфигурировали, рассматривали, как конфигурировать SPF на нескольких зонах. Вкратце, для чего это вообще надо там, да? У нас дает большой плюс, во-первых, нагрузка меньше на сеть, потому что рассылка идет в одной зоне. Маршрутизаторы в протоколе SPF должны быть полностью синхронизированы в одной зоне. Ну, потому что это как-то link-state протокол, протокол состояния каналов. Это по умолчанию у них правило такое, да? Что все маршрутизаторы в одной зоне должны быть синхронизированы между собой. А если у нас идет очень большое количество этих маршрутизаторов, соответственно, у нас одна большая зона, да? Вы сами понимаете, что у нас начинается. Пипец. Да ладно, они один раз синхронизировались там. Если дальше у нас, у нас начинается там где-то одна сеть упала, где-то другая поднялась. Они начинают там так вот друг другу там изменять свои таблицы маршрутизации, там рассылать. В общем, как это, LSA, link-state acknowledgement, да? По-моему, acknowledgement. Ну, в общем, изменять состояние каналов, да? И, соответственно, мы не хотим этого. Мы разбиваем на зоны, чтобы у нас в пределах одной зоны было. Это первое. А второе, что... Ну, я напоминаю, что у нас было в прошлый раз. Второе, почему мы тоже разбиваем на зоны, чтобы применить так называемое суммирование маршрутов. Если у нас очень большое количество сетей, большое количество маршрутизаторов, мы хотим уменьшить нагрузку на наши маршрутизаторы, чтобы у них меньше памяти тратилось, да? Чтобы таблицы маршрутизаторов была меньше. Мы суммируем маршруты только если у нас несколько зон. Ну, соответственно, если у нас там 4 сети, там, 10.10.11, да? Ну, 1.1, 1.2, там... Нет, в смысле, 1.1, 2.1. Ну, примерно, там, 2.1, 3.1, 4.1. Чтобы у нас было не 10, не 20 таких записей, там, да? 5.1, 6.1 и так далее. Мы можем просуммировать 10.10.16. Ну, понятно, да? А если будут две таких суммы? Куда он будет встречаться на первое? Не может быть таких две суммы. Мы должны так нашу сеть... Коммудатор же может суммировать? Вот у меня с первой по пятую сеть, а вторая, вторая зона, там с пятой по девятую. Ну и все, делаешь две сети, правильно? У тебя в разные сети, в разные зоны у тебя будет указано. Но суммируются-то они одинаково? Значит, ты не можешь так просуммировать. Ну ладно, правильно? Значит, они должны быть в одной зоне у тебя. Ты, когда строишь эти зоны, как бы, вот, это еще вторая причина, почему ты хочешь разбивать на зоны. Вот. Соответственно, я уже, это Олег немножко опоздал, повторюсь, что в этом Pocket Tracer мы уже уходим во CCNP, Pocket Tracer на это не рассчитан, соответственно, суммирование я вам не смогу сегодня показать. Я в следующий раз подготовлю другую лабу, вот, и уже покажу. Сегодня посмотрим, на самом деле, как не совсем сложно конфигурируется вообще протокол SPF. Вот. Ну что там? Готовы? Готовы? Открывайте. А, Олег еще пришел. Мы его не будем ждать одного. Мы торопимся. Идем на R1, знаете, для начала. Насколько я помню, у меня вообще здесь SPF не должен быть поднят. Ну, линки зеленые, потому что я уже настроил эти, ну, IP-шники там раздал уже. Поднял. Так. Да. Можно чуть побольше сделать еще? Ну, нельзя увеличить, не знаешь? Я думаю, что нет. Подожди. Да все, ну, тут обмануты надевать, ну, я. Ну. Можно попробовать так вот, по Zoom, Control-E. Control-E. Неа. Конфигурируем. Заходим. R1. Enable пишем. Посмотрим, посмотрим вообще, что у нас здесь есть. Для начала. Show IP. Интерфейс. Brief. Это как прервать команду? Control-Shift-6. Что он херовит? Это можно отключить там, ну, я так не понимаю. Широковещательная рассылка. А бриф что значит? Show IP-интерфейс-бриф, чтобы показать нам эти... Видишь, как это, кратенькую информацию. Если Show IP-интерфейс, то он тебе вон вываливает, как у портян. Бриф, он краткий, краткое описание. По факту, у нас сейчас есть один протокол, один интерфейс. Fast-Ethernet 0.0, поднят на 30.01. Олег, кстати, слушай, можешь написать в группу, что у нас нет трансляции? Онлайн, так сказать, ничего. Потому что все равно это говно. Мне тут сказали, блин, я не знаю, сколько мы это делаем, говорят, что это смотреть невозможно. Вообще надо будет что-нибудь придумать там. Через Hangouts, может быть. Во-первых. А во-вторых, еще сегодня не работает, потому что мы делали через... Немножко по-другому. Через... Я по Wi-Fi уже проектору оканемчусь. По Wi-Fi уже проектору оканемчусь. А он не умеет тебе интернет. Вот. Напиши в группу, пожалуйста, будет там народ ждать. Вдруг. Вдруг кто-нибудь жаждет посмотреть знания там. Смотрите. Посмотрели мы, да? Посмотрели? Конфигурим. Конфт или что? Конфт. Вы все помните? Не ждем. Одного не ждет. Он не ждет. Помните, как спрежать в SPF на первой лекции? Роутер в SPF. Знак вопроса наш показывает, что мы еще можем ввести. Вы помните, процесс ID. Мы можем задать им любой процесс ID в том плане, что по идее мы можем несколько процессов у SPF запустить на одном астротизаторе. Ну, конечно, это никто не делает, потому что нафиг не надо. Это для разных различных интерфейсов? Вообще нам может сделать это. Ну, как знаешь, ты можешь там несколько браузеров открыть на компьютере. А что у SPF будет делать в SPF? Ну, есть такая возможность. Что он будет делать, это уже вопрос другой. Мы можем, может быть, по-разному их сконфигурировать, поднимать по очереди, я не знаю. Значит, зачем это придумано? Ну, так говорят, что как бы возможность есть, но обычно это никто не пользуется. Вот так вот, просто чтобы вы знали. Стандартно задаем роутер SPF единичку, к примеру. ID рекомендуется запомнить и задавать везде одинаково, просто для вас. Потому что потом конфигурять, чтобы вы спокойно зашли на каждый иммунистер и спокойно его сфигурили. Блин, быстрее. Дальше, как мы говорили на прошлой лекции, роутер ID лучше задавать статически. Потому что роутер, если мы не указываем, он выбирается автоматически. Все все помнят. Пишем роутер ID. А наибольший? Наибольший. Наибольший, по идее, да. Наибольший. Один, один. Потому что роутер один, мы пишем роутер ID один тоже. Дальше пишем вот здесь вот. Это прямо Cisco best practice. А, то есть только мы, по идее... Да. Поставим. Поставим. Кого? Роутер ID? Шоу в SPF какой-нибудь. Сейчас попробуем посмотреть. Хрен. Это просто. Это же не в SPF. То есть... Роутер ID именно в SPF. Именно имя роутера в протоколе SPF. А дальше, смотрите. Мы сейчас, чтобы все это быстрее сделать, мы не отключаем рассылку SPF на все интерфейсы. Но при этом мы указываем как best practice, Cisco. Мы указываем не всю сеть, а указываем только один интерфейс, который мы хотим вещать. Ну, чтобы было меньше ошибок. Потому что мы знаем один стопудовый интерфейс. Соответственно, уже маршрукзиатор на основе этого может вычислить. Ну, мы знаем интерфейс, мы знаем маску. Без SPF у меня роутеры, но это с собой не будет. А почему? В одной степень будет. Попробуем. А как мы проверим, что у нас в SPF? Сейчас проверим. Пишем network. У SPF нам нужен для чего мы придумали? Для обмена маршрутами. У нас есть несколько роутеров. Соответственно, видишь, у нас на картинке вот эти вот роутеры между собой будут пинговаться. Вот эти вот интерфейсы. Вот этот интерфейс с R1 мы уже не сможем пинговать, потому что другая сеть. Ты помнишь, что маршрукзиаторы у нас разделяют сети? Ну да. Вот. Соответственно, мы хотим, чтобы R1 знал об этой сети и знал об этой сети. И знал о сети то, что находится, например, за R5. Нам не надо, чтобы мы не руками конфигурили все это статически, а чтобы динамически нам все это прилетало. Так, пишем network и наш интерфейс. 172.30. Нет, 30. Нет, 30. 0.1. И маску, вы помните, да, что мы пишем обратно? 0,0,0. А 4,0 это значит, что только этот интерфейс. Что мы не сеть, да. И пишем 0.1. Это конкретный IP-шник? Да, конкретный. Это Cisco best practice. Мы пишем не всю сеть, мы пишем IT на IP-шник, который мы хотим рассылать USPF и на который мы хотим его включить. Я думаю, что это лучше тем, что мы можем туда еще натыкать всяких разных интерфейсаторов этих сетей. Соответственно, и в одну сеть. Чтобы он на все не начал фигачить автоматически, да. А если у нас будут еще конкурсы в этой же сети? Каждый раз добавляем конкурсы? Нет. Нет, смотри, мы можем прописать как? Мы можем полениться, короче, прописать T7.2.30 0.0 и поставить сетку 2.5.5 последнюю, да. Просто у нас в этой сети, может быть, у него же может быть несколько интерфейсов. Может, в диаторах. Мы на одном интерфейсе. А что за странная маска буквы? Обратная маска. Я в прошлый раз говорил, если прямая маска у нас 2.5.5, 2.5.5, 2.5.5, это значит, что единички, значит, что не меняется. А обратная маска, это значит, что если 0, то это значит, что не меняется. Что у нас инфигурируем IP-шник на конкретном интерфейсе? Да. Мы указываем не интерфейс, а IP-шник интерфейс. Да. Но они связаны. То есть мы поменяем на интерфейс IP-шник, но об этом будет какой интерфейс решение? Ну, скажем, мы указываем IP-шник и указываем на каком интерфейс он будет работать. Нет, нет, нет. Мы включаем протокол uspf, мы сейчас включаем протокол uspf и привязываем его к IP-шнику. Не к сети, по идее мы могли бы здесь сеть указать. Я понял. А к одному IP-шнику этой сети, да? Festin the net, у него указаны конкретный IP-шник. Да. Соответственно, когда мы указываем конкретный IP-шник, из-за того, что он связан с физическим интерфейсом, по факту да. Ты же потому что? Да. 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 Все. Мы включили vspf на R1. Да. Уже работает. Да. Но как он работает? Он уже шлет, но он еще ни с кем никуда. Идем на R2. То же самое. То же самое, то же самое. ID, ставим единичку. Ну просто, чтобы нам было удобнее запоминать. Это. Конфигурируем. А, можно посмотреть, что у нас тут. Смотрите. Do, show, IP. А этот мы не можем. Что мы посмотрели? И как? Смотрите, вот еще маленький финт. Что если мы хотим, по идее, если мы делаем шоу, да, то мы должны выйти в самое, как-то в самое первое меню. Я не понимаю, как это уровень называется, да? Ну понятно. Да, в это. А если мы из какого-то, из любого места, то мы должны писать do, show. Как? Do? Do, show. Смотрите. Здесь уже у нас два интерфейса есть. 0, 2 и 10, 2, да? Которые в разные сети. Больше пока ничего нету. Я зашел в OSPF 1. И сейчас мы его поднимем для зоны 0. В OSPF не может за 2 интерфейса? Можем. Так и надо. Нет, один. А можем за 2 OSPF? Я думаю, что да, но так никто не делает. Давайте сделать чужую. Да. А вот роутер OSPF H, когда я так понимаю… Это мы уже сейчас настраиваем OSPF. Нет, это не зона. Это просто внутренний номер разберем. Да. В большинстве случаев он всегда… Ну, вы можете выбрать для себя 10, например, везде писать, да? Ну, как бы такой цифры, которые вы должны помнить для себя, да? Чтобы вы там зашли на маршрутатор, ну, на любой своей сети, да? И начали настраивать. Чтобы не вспоминали, блин, какой же у меня там OSPF. А так роутер OSPF 1. Все. Дошибись. Роутер ID то же самое. Роутер 2. ID пишем 4 двойки. Смотрите. Маленький Fint тоже… Тоже… Может здесь много разных этих… Можем биоареи разные… Подожди, мы сейчас настраиваем маршрутаторы для работы в одной зоне пока. В одной зоне 0. Мы сейчас настроим и увидим, что они работают, да? А дальше может другие зоны. Настроим, если успеем. Тоже… Смотри. Один маленький Fint. Я узнал тут. Смотрите. Мы роутер ID задаем. По идее, роутер ID, если мы не задаем, это наибольший… Наибольший… Да, по-моему. Наибольший… Да, да. Наибольший ID-шник. Если мы его задаем руками, что рекомендуется, да? Здесь вот мы задали 2.2.2, потому что роутер 2.2. И для удобства для своего мы можем… Мы поднимаем лукбэк интерфейс на этом роутере. Чтобы, во-первых, чтобы мы могли его попинговать. А во-вторых, чтобы мы могли… Мы просто эти двойки, этот ID-шник роутера мы увидим в таблице маршратора R1. Мы сейчас это увидим. И то есть, если я смотрю в таблицу маршратора, смотрю… О! У меня есть такой сосед. У него ID-шника 4 двойки. Давай-ка я на него зайду с LNET или SSH. И чтобы мы могли сюда зайти, мы просто поднимем лукбэк интерфейс. То есть, я буду пинговать 2.2.2, а он попаду на труутер, хотя у него этого интерфейса нет, да? Да. Но он получается как лукбэк, типа виртуальный интерфейс, который по факту тематом. Давай сейчас попробуем. Да. Так, только я не помню, с какого режима. Так, ты можешь сделать тут всегда. Интерфейс, нет. Блин, я в чек… Логаут. Так, вот так. Я себе не подписал. А мы сейчас не увидим, если мы ID не укажем. Но ID же не гратишься. Нет, лукбэк если мы не укажем, мы не увидим, что они поменяли, что у нас что-то поменялось. Или может таблицам ушаться. Так. Конфтем мы сделали, да? Инт. А, вот. Интерфейс лукбэк 0. Он даже поднялся уже. Вот мы сейчас его конфигурием. IP, адрес, да? Что мы там? А, четыре двойки. 2, 2, 2, 2. А зачем нам задать? Что? У нас обычный роутер ID, да? Пусть он автоматом ставится. И тогда не надо поднимать его просьбе сразу. Неудобно. Я про это говорил в прошлый раз, потому что, если у нас автоматом поднят роутер ID, блин, приходит, у нас все зашибись работает, там через год приходит какой-то другой инженер, да, тебе дает еще один, подключает интерфейс, блин, с большим адресом, и у тебя роутер перезагружается, он получит тот ID. Соответственно, у тебя все поломается, например, если у тебя там были привязки какие-то к этому ID. У тебя к этому ID может быть VPN подключены, там еще чего-то там. У тебя ID поменяется и пипец. А по-наше роутер ID, я так понял, это просто внутреннее, но только для себя? Только для всего SPF. То есть, как бы, это больше для тебя-то оно не имеет значения? Для меня пофигу, для удобства. Ну, для меня удобства, вот я R2 назвал, просто для удобства то же самое. Почему это еще нужно? Так, лотбек мы подняли. Дальше идем конфигурять. OSPF 1. Мы что сделали? Мы там… А мы ничего, по-моему, не сделали в SPF, да? Что-то сделали. Ничего. А, роутер ID задали. Соответственно, раз мы здесь конфигурили лотбек, значит, мы его и должны прописать, чтобы у нас лотбек интерфейс анонсировался туда. ну, просто анонсировался. Network 2, 2, 2, 2. Все по нулям. Потому что мы хотим, чтобы только один вот этого, да? Чтобы один интерфейс анонсировался. Area 0. Дальше пишем network. 172… Успеваете что-нибудь, да? Делать? Нет? Да, вот это вообще успеваешься. Так, 172… 30… Что там у нас? 0… 2… … 0, 0, 0, 0. Area 0… Чего у нас два на конце? Первый? Нет, здесь 0.2. У первого единичка, у второго двоечка. Смотрите, у нас появилось сообщение, что процесс 1, OSPF, а neighbor 1.1.1, это роутер 1, изменил свое состояние с loading на full. Loading, да. То есть мы уже можем посмотреть show AP route. Do. 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 Ничего не видел. Потому что на R1 ничего нет того, что он бы нам мог рассказать, о чем мы не знаем. Но при этом мы видим на R1. Видите, у нас есть циферка, буковка, буковка O. Это значит, что OSPF 2, 2, 2, 2. И R30, 2. Пожалуйста, вот мы увидели этот интерфейс, он там прилетел. Сейчас посмотрим, что за третий. Получилось у всех? Да, show AP route на первом, и мы должны увидеть эти двоечки. Соответственно, мы сейчас можем посмотреть еще интересную вещь, show AP, OSPF. не прилетело? Да я, может, что-то пропустил. У тебя должно совпадать area, должно совпадать. Да, совпадает. Совпадает? А, network ты прописал, правильно? Там и там, и там. Давайте дальше. Угу. А, смотрите, мы видим что? Мы видим Netbar ID, 4 двоечки, да, это вот второй наш. State Full, и мы видим BDR. Что такое BDR? Вы помните, да? Backup и Signated Router. Это он само задал их, да? Да, это определяется автоматически. А что за Netbar? Show AP Netbar. Что, Netbar это это? Что это сосед? Да, IP, OSPF Netbar. Мы смотрим соседей. А, то есть по идее, сколько нет бизнеса, столько соседей? Нисколько интерфейсов, а сколько вообще? Сколько соседей, наверное. Сколько соседей, столько соседей. Да не интерфейсов зависит. То есть у тебя 10 интерфейсов, у тебя не будет 20 соседей. Если у тебя сосед за соседом. То он тоже сосед. Сосед, но его соседом... Сосед соседа. Ну, по-моему, да. Но сейчас мы на R3 ничего не забудем, на R5. Да. Надо не соседей. Смотрите, а на R2, да, не работает? Как это не важно. Просто открываешь заданно акцесский пакет, то есть... Как это смотреть, настроить его, ставить на акцесский пакет. Шоу, да, очень интересно. Давай разбираться. Значит, у тебя все сломалось? Что там? Шоу, ОСПФ, ну, вот, да? Как посмотреть ОСПФ? Шоу, ОСПФ. А, Шоу, ОСПФ, да, вот здесь, наверное, что-то такое есть. Интерфейс. Можем посмотреть интерфейс, в чем-то такое пока. Лобако, ЗАП, Лайн-протокол, ЗАП, ФАЗ-эзернет, АП, StateBTR, О, таймеры наши, пока с Голову, 10, 9, 40, White, 40. Как посмотреть после интерфейса? Шоу, ОСПФ? Интерфейс, Бриф. А режим это ОСПФ? Роутер, ОСПФ1. Роутер, ОСПФ1. Роутер, ОСПФ1, или это? Пункст, я сначала заходишь. Роутер, ОСПФ1, и ты попадаешь в режим конкурирования. Да, сейчас я все-таки не ходил. Я хочу сказать магию. Магия. Подождите, вы уже ДАР4-ку отключали? Нет, нет, нет. Подожди, мы настроили два для одной зоны. Дальше идем. Что мы там? Ладно, лукбэк не будем сюда добавлять на R1. Идем на R3. Давайте тоже быстренько его сконфигуляем. Что это на него? А тут два первые цесаря. И будет, он должен биндаваться. Потому что тебе приехало. Идем на R3. Enable. Enable. Conf. Лукбэк тоже нафиг не будем. Что быстрее. Роутер. ОСПФ1. Роутер. 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 Что там? 3. Прописали. Нетворк прописываем. Так... Вот это... 172, а... 172, 30. 0.3 0, 0, 0, 0. Зона 0. В принципе, всё. Да, смотрите-ка. Loading. шоу, да хватит. 30, 0, 3, 4, 0, area 0. Ну понятно, что мы прописываем интерфейс, вот этот вот. Вот он, смотри, вот этот интерфейс, F0, 0. На нем 0.3 у нас сконфигурировано, здесь 0.1, ну то, что R1 здесь 0.2, здесь 0.3. Соответственно, мы этот интерфейс добавляем. Вот, и вот это вот у нас будет area 0, вот это самое. А, то есть мы настроили так, чтобы вот эта вот звездочка, ну как бы, видела друг друга, да? Да. Можно так сказать. Area 0, show, IP, OSPF, netbar. Мы видим наши 1.1 и 2.2.2, да, это BDR 1.1. BDR, а вот интересно, как у нас будет выглядеть R3, да? Интересно? Идем на другой, да, и все. А? Нет, смотри, у нас, видишь, здесь мы смотрим, show, OSP, neighbor, а второй у нас BDR, типа backup designated router. Один это DR, соответственно... Analyzer. Что это значит? А? Analyzer. Что это значит? А? Analyzer. Что такое? Backup designated router? Designated, типа... Droser. Какой Droser? Досигней этот какой-то, типа... Я забыл, как переводится правильно. Designated. Show, IP. Show, IP. Show, IP, OSPF, netbar. Да. Откуда ты знаешь? Потому что я уже по-сна. Засранец. Да. DDR, ADDR, типа... Он не backup, он вообще другой тип. Ну, следующий. Ну, просто все остальные. Все. Зашибись. OSPF мы сконфигурили для одной зоны. Вот у нас все работает. Наши маршруты, наши видим, все ездит. Если бы у нас вебек-интерфейсы были бы везде подняты, да, на здесь? Так, что? Что включить? R3? В первом R1, так, Show, IP, SPF, что-то... Show, IP, OSPF, netbar. Ну, соседи мы смотрим. Не, не, первым. Так то же самое. А, так, я чуть-чуть застрял, а тут зайти режим конфигурирует. Conf.ten. Давайте сначала, я зашел к конс. По факту, вот мы сделали то, что делали на самой первой лабе, когда мы только SPF рассматривали. Ну, не считая того, что loopback. Давайте, у нас еще время, чуть-чуть еще есть. Он у тебя видит 2-2-2? Не отвлекай. Все, потом пока занятие. Бежим. Быстрей. Так, что я там дальше? Мы сейчас сделаем магию, и сделаем из R3, мы сделаем так называемый ABR. А, ABR. Area, да, сейчас за компанией все поднимем. Area Border Router. Так называемый роутер, пограничные роутеры зоны, типа того. Что нам надо, что нам надо, но нам надо, как обычно, идем конфигурировать роутер conf.ten. Режим конфигурирования, роутер OSPF1. В имени там видно роутера. Так, что нам надо, что сделать? Мы просто делаем, что, Network 172. Мы сейчас добавим сеть, которая расположена с той стороны, с другого интерфейса, вот эту сеть. Вот эту, вот эту сеть. Сейчас тебе скажу. А ты можешь сам посмотреть. 172. 30.20.0. 30.20.0. Маску мы укажем вот так. Мы будем плохими. Да. Вот так. Нет. 0. Вот так. Area 20. Тричь. Хей. Все. Мы сконфигурировали АБР, в общем. Area Border Rooter. Можно попить пивасик. Show APROAD. Мы видим... А мы, собственно, не особо ничего и не увидим с тобой. Мы видим, что у нас C-connected 30.20. Directly connected, да? 24.0. 24.0. Show APROAD. О, смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка на R1. Мы увидели нашу сетку. На R1 сделай Show APROAD просто. Смотрите, мы видим 30.20, да, сеть. Это, которая вообще за тем находится, за третьим. Она обозначается как O, это LSPF. И A, это значит интер-эреа. Типа межзонная, короче. Магия прилетела к нам. Все, у нас R3 как EBR сконфигурирует. Ничего особенного. R4. Давайте сконфигурируем R4. Роутер тоже самое, мы все помним. Роутер OSPF, 1. Роутер ID. Ну, давайте, это не Роутер ID. 4.4.4. Network. 172.30.20.4.était. А, area 20. Потому что мы сейчас конфигураем четвертый роутер, вот смотрите, четвертый роутер вот этот вот сеть. Вот этот кусок сети. Где же четвертый роутер? Так, как на первом посмотреть всех идей? Show IP роутер. Show IP OSPF Airports. Show IP и что-нибудь остальное. Show IP. Что ты хочешь посмотреть? Приписали. Show IP OSPF. Show IP OSPF. И смотрите, 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 смотрите магию. Сейчас сделаем. Network. У меня еще сконфигурированы loopback интерфейсы, которые начинаются с 10.10. Нет, 10.20. 10.20.0.0. 2.5. О, я сейчас покажу вам. 0.0.0.0.0.2.5.5. У меня там несколько loopback интерфейсов. У нас на R1 какой пишет? Ух, если б я помню. 0.1. То есть они с 2.30.0.1. Посмотрим на R1. О, Мадюр. Видели, Мадюр? У меня пакет отбудляется, но вот эти энерия я не вижу. Хотя с R5, наверное, первый пик не бегает. Старый бегать, а как этот динария команда? Просто шоу и пирог? Шоу и пирог. Только вот эти два. А ты хочешь увидеть? Вот R5. А его надо конфицировать в R5? У меня везде о нем. R2 нужно добавить R2 сначала. Подожди, что надо добавить? R20. А, RR, подожди, это у нас будет RR30. А они не могут вот RR? Идея-то в том, чтобы разбивать на несколько RR. Я понимаю, но банда это RR не стопудово то, что работает. Должно, так зачем? На R2 мы должны сконфигурировать зону в 10. Вот это вот зона 0, а это вот зона 10. Он меня и в соседях не видит, ни через RR. На R1. Что, как-нибудь еще получилось, Маген? Ну, так получилось только. Ну, ты видишь на R1 вот эти вот 10-20? Шоу IP SPF Road. Да? 10-20 видел? Ты видишь? Молодец. Ты правильно говоришь? Ты правильно говоришь? Слышишь? А, нет, вот. Ты правильно. R1. Слышишь? Слышишь? Просто я все за тобой пойду. Зашли. Да, да, да. Вот. Маги. Мы настроили... Ну, правда, сейчас пока еще две этого мы настроили. Что нам? Пора заканчивать? Все. Ну, по факту, смотрите. Чего мы могли, что я вам мог, пока тресили показать, то я вам показал. Потому что дальше, смотрите, мы еще зоны там мы сконфигурили. Мы сконфигурируем, ну, пока одну только зону, да? А, в смысле две. Area 0 и Area 10. Но у нас, видите, у нас приезжает... Мы хотели что добиться, когда зоны это делаем? Мы хотели добиться суммирования маршрутов, да? Нам на R1 все равно приезжает. Вот здесь у меня на R4 конфигурировано 4 VB интерфейса, да? 0, 1, 1, 1, 2, 1 и 3, 1. Они все 4 сюда и приехали. 4? 3, 4. 4, конечно. Ладно. Да, 4 все приехали. Мы не добились, самое главное, суммирования. Покеттрейзер этого не умеет. Мы, по идее, мы должны на R3... А? А можно, чтобы не все интерфейсы приехали? Что? Значит, ты должен быть, когда мы R4 прописывали Network, да? Мы там прописывали 10, 20, 0, 0 и маска, видишь, у нас какая? 255, 25, последняя. Мы могли, да, мы могли прописать отдельно, типа, нет, мы не по нулям, а допустим, прописали бы 3 раза 0 и 255 и указали бы сетку там, допустим, 1, 1, да? В смысле, 1, 0. Нам уже пора валить. Попробуй дома. Вот. Смотри. И вот мы не увидели самый большой плюс-то, да, что на самом деле на R3 там буквально одной командой включается суммирование интерфейсов. Вот. И на R1 мы уже не будем, вот как сейчас, видеть 4 интерфейса. Нам будет приезжать всего лишь одна сеть. слэш, ну, сейчас у нас слэш 24, да, она будет приезжать, нет, или слэш 16, мы прописали. Ну, в общем, мы сейчас видим 4 сети, и нам будет приезжать одна всего сеть, которая нам будет, которая, да, будет нам говорить R1, будет знать, что все сети, которые начинаются с 10, идите через R3. Нам пофигу дать все мелкие сетки. В общем, да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok